ПЕСНЯ Здравствуйте, Елена Сергеевна, мой товарищ! С днём рождения, Елена Сергеевна! Господи, ребята, вы, извините, я не ждала, Елена Сергеевна. Дорогая Елена Сергеевна, я что, произвожу впечатление дебила? Нет, хорошо, давайте. Счастья, творческих успехов, довольцев и крепкого, нет, я бы даже сказал, богатырского здоровья. Дам воспитать ещё не одно поколение таких же малвесов, как мы. Один слов. Многое время! Ура! Елена Сергеевна, с днём рождения, Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, ой, Елена Сергеевна, а это вам, от всего класса, от всей души Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, от твой сердца держите. Дорогие мои, ну вы просто не представляете, как вы меня, ну вот уж не ожидала. А как нужно? Это нам разведка донесла, да. Да, да, Елена Сергеевна, это школьная. Поразительно. Ну вы проходите, пожалуйста. Спасибо, дорогая Елена Сергеевна, но... Да, нам пора, у нас экзамены, сами знаете. Да, Елена Сергеевна, да какие же экзамены, Паша. Ну вы же только сегодня у меня математику написали. Никуда я вас не отпущу. Да ну неудобно, Елена Сергеевна, ну чего мы вас задержали будем? Ну пойдём, Елена Сергеевна. Ну может у вас гости? Да какие гости, Витяна? У меня мама в больнице, так что никаких костей. Мне даже не мечтать его дурать. Всё равно это как, если знаете, Елена Сергеевна, неудобно. Ну да, Елена Сергеевна, это как. Какие кости я купил. Пас упал. Ну хорошо, Елена Сергеевна, мы остаёмся, мы остаёмся. Только вы, пожалуйста, не переживайте. Да, мы всё сами, Елена Сергеевна. Хорошо, хорошо, ребят. Отсветы мы поставим в базу. Да. Ленька, помогите, пожалуйста. Да, конечно, Лене Сергеевна. А где база? Вот, 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 вот. Ой, Лене Сергеевна, ничего страшного, что вы. А что это? А как что, Елена Сергеевна? Это вам подарок. От всего класса, от всей души Елена. А что там? Ну, ну как же что, Елена Сергеевна, ну, это же фужеры. Вот, да. Это, между прочим, старинная работа Елен Сергеевна. Они хрустальные, их шесть штук. Е-С Елена Сергеевна. Да, там вот знак есть такой даже. Вы с ума сошли? Елена Сергеевна, это же разная дочь. От всей души, от всего сердца. Да. Стратить такую сумму на подарок учителя. В конце концов, это просто не приличие. Не приличие. Это когда взял. Да, Елена Сергеевна. Мы же от всей души Елена Сергеевна. От всей души. Да. Ну, ей Богу в эти кресты. Витя! Ну, а, ну, а, это все в сердце. Я понимаю, ребята, но, честное слово, я не могу. Ну, вот, вот, я вам говорил, я говорил, что сейчас книги надо. Книги, подписку на достоевство, еще кого-нибудь, а не стекла, наточили. Ну, вот, ну, вот, Елена Сергеевна, скажите, что теперь с этим делать, а? Ну, на помыку, что ли, выбросить? Ну, что ли? Ну, не жарится, Елена, возьмите, пожалуйста. Ой, нехорошо, это Елена Сергеевна. Ребята-то обидятся. Ну, мало ли, вы же у родителей деньги берете? Что они после этого про нас учителей-то подумают? А, Елена Сергеевна, а ничего подобного, ничего подобного. Наши родители отлишки и трешки не обедняют. Это все ваши, пожалуйста. Все раздействие! Вот я, Елена Сергеевна! Совсем вы меня запутали, просто голова так уже есть. А, пойдешь что-нибудь в чай, а, Елена Сергеевна, а можно? Конечно, вы посидите, тут у меня вот репродукции с пластинки прекрасной. На волну Матвеева, а куча... О-о-о! А, Елена Сергеевна, а давайте я вам по логу. Давайте, давайте, Леонид, пойдите. Че, да вроде клюнула, а? Они все одним миром мазаны. Я вообще один раз слыхала, как она в учительстве. Ведь тебя еще! Тебя еще сколько просила? Тебя за боковой не влетит, да? Ну ты че, это ж на святое дело. Родители еще узнают, они спасибо скажут. И не каждый же день святые. Девять уже! К сожалению, каждый день взятые. Да, 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 только вот к Елене это не относится. Таких людей подарками не будешь. Их надо жалость убрать. Мой батя говорит, если кто-то не берет, значит просто мало дают. Твой батя еще не сидит. А твой нет. Ребят, 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 мы с тобой! В конце концов, у каждого человека есть свое слабое место. Главное, вовремя его найти и нажать на кнопочку. Все, Максим, верят, мы и соседи. Елена Сергеевна, а у вас симпатично. Больше всего на свете хочу иметь отдельную квартиру. До сих пор коммуналки, представляете? А помидор в слабо можно ли, да? Елена Сергеевна, представляете? А наш дом скоро пойдет на компримонт. Но нам все равно дадут отдохом и квартиру. Потому что мы с мамой однополые, представляете, Елена Сергеевна? О, а сын можно, дворец же, Елена Сергеевна? В общем, Елена Сергеевна, я вам так скажу. Жилье, проблема нет. Да, к сожалению. Елена Сергеевна, а жить с матерью в одной комнате не духовить подарок, нет? Почему? Так вы попробуйте, Елена Сергеевна. Если отношения хорошие, да откуда же они могут быть хорошими? Чувствуешь себя взрослым человеком, а к тебе относишься как к ребенку, ужасно раздражаешься. Не знаю. Я всю жизнь прожила с матерью и трудно, конечно, иногда, что делать? Ой, Елена Сергеевна, знаете, а еще учить начинает. Я вам по секрету скажу. Я, между прочим, всего на бок вон английском прочитала, а она меня учит. Смешно. Ну, вот закуска, правда, неблагата, а что делать? Ой, да что вы, Елена Сергеевна, дело-то не в закуске, а в человеческих отношениях. Знаете, там бывает салат не выловится, а кусок в горло не везет. Ой, я не знаю. Ну, как вы, смотришься. Как по заказу. Какой у нас ляльки салатов приготовить? Сейчас. Какой стол, Елена Сергеевна? Сюрприз! Вам 50. Почему не знаю? Может быть. Ну, Елена Сергеевна, это же шампанское. Да вот, ну, можно даже другим действовать. Елена Сергеевна, ну, это в зубе, на плечо. Ну, правда, Елена Сергеевна, ну, это же в плечо. В честь дня рождения. Да, я сиди в сзади. Ну, что с вами сделал? Садитесь. Ура! Стуль, очки. Сейчас. Так, ну, давай. Все, сходи. Сходи, сходи, сходи. Ну, и давайте. Ну, что? Стоять, стоять. Стоять, да? Да. Стоять. Стоять. Дорогая Елена Сергеевна, позвольте еще раз поздравить с наступающим днем рождения, пожелать вам здоровья и всяческого процветания. Ура! Ура! Спасибо, ребят, спасибо. День рождения, спасибо. Вы только кушайте теперь получше, а то не дай бог. Ну, вы что, Елена Сергеевна, ну, нам, нам, чтобы вот это так, вот такой наобразу надо. Видите. Шутка, Елена Сергеевна, это у нас юмор такой, да? Ну, да, шутка. Мы же не пьем, Елена Сергеевна, мы не спим, мы к экзаменам готовимся. А знаете, Елена Сергеевна, что каждый родившийся человек четвертый дик. Ну, ну. Ага. Раз, два, простите, три, четыре. Это все пьянство наших родителей. Ляля, нам, в разе, вы рождение, Елена Сергеевна. Дело в том, что человечеству действительно подошло к огонь-то добежу. Информация доказала, что каждый день удивляешься, как мы до сих пор живем. Постоянно какие-то войны, кастрюмы, болезни. Что мы сделали с природой? Наши дети. Да что-то творить с него оказывает. Елена Сергеевна, давайте-ка мы, ну, музыку включим, что ли. Да, мы так, Елена Сергеевна. Давайте, давайте, Витя. А то, что мы все о грустном день рождения живем. Да. Вот. Ой, а мне же отнимать. Вы же поднимать уже не пляж. Ой, да что вы, Елена Сергеевна, пляжу, пляж. Разреши? Да что, вы получили Лялейку. А Ляля у нас танцует исключительно с Пашей, да, Паша? У тебя многое настроение? Мне перестало нравиться эта затея. Какой-то мы пришли, и она в этом храла-то. Главное, Володимка, найти свою точку обувь, свое место. Вы нашли? Да, да. Да, да, я знаю. Я смотрела на вас, слушала этот бальз, спутала себя юной и влюбленной. Ах, как хорошо быть влюбленной. К сожалению, у меня так ничего не было. Почему, Елена Сергеевна? Мой избранник приводил более выгодный бальзин. О, надо было найти другого. Это помогает Елена Сергеевна. К сожалению, в этом смысле я старомовала. Мой! А, да, Елена Сергеевна, а контрольные наши завтра проверять будут, да? Да, завтра, Витя. Комиссия, да? Ну, выборочные, конечно, как всегда. А отметки когда скажут? Завтра можно будет в школу зайти после обеда. Просто дрожь в коленях Елена Сергеевна. Ну что вы, Витя, разве плохо написали? Ой, Елена Сергеевна, сказать по правде, я там ничего не написал. То есть как мне написали? Ну вот так ничегошеньки не написал. Но у вас же в году тройка, твердая тройка. Ну, так это я теперь вам по правде скажу. Я всегда по всей контрольной списывал. То есть как списывал? Ну как, как, вот так вот списывал, а то вы не знаете. Я и сегодня хотел. Так Марья Васильевна на меня уставилась, шельма очка. Витя! Ну она так на меня уставилась, что я не то, чтобы списать. Я очки повернуть не смог. Ну, Витенька, я же к вам подходила. Подходили. Ну я же подсказывала. Подсказывали. Ну что, вы совсем ничего решили? Ни один пример? Елена Сергеевна, а если он совсем ничего не написал, неужели ему двойку поставят? Елена Сергеевна, да неужели поставят? Не знаю. Двойки ему не поставят, а в выпускных экзаменах двоек не ставят. Я же правильно говорю, Елена Сергеевна? Подскажите, пожалуйста, о какой больнице у вас можно? Два девятых, два сеть. Спасибо большое. Ну если он совсем, совсем ничего не написал. Да все равно три поставят. Даже если совсем, совсем ничего не написал, Елена Сергеевна? Елена Сергеевна, вы же знаете, куда делаться. Вы же в курсе. Объясните, ребята. Я, Паша, ничего не знаю. Тут на усмотрении комиссии я одна ничего не решаю. Правильно, комиссия решит поставить три. Ну не пользуйся, что ли у нас в том, что обидки шепчет, где 100% сдачу экзаменов. Нет, Паша, вы не правы, на усмотрение комиссии. А фамилию главного врача можно? У Лавров, кажется, а вам зачем? Всего? Ну, да нет, Витя, ну не может быть, чтобы вы совсем ничего не написали. Даже самая отъявленная двоечка... Елена Сергеевна, я и есть самая отъявленная двоечка. Ну да, просто об этом никто не знал. Я успешно скрывался за 10 лет. Ты чего только не научишься, не научишься в школе. Да ладно тебе, не видишь, вон Елена Сергеевна уже настраивалась. Слушай, мне припас подарочный на день рождения. Сиди, тройку тебе поставят. Ребята, вы как-то очень легкомыслили. Грути, мы очень серьезные, Елена Сергеевна. Тогда почему вы настраиваете вот так, вы получили исход? К сожалению, у нее удовлетворительная оценка не исключена. Хотя это старая, сушка на вас. Мы, Елена Сергеевна, и не сомневаемся, что вы нам поможете. Но я вот хочу сказать... Не обижайтесь, Елена Сергеевна, но у Пушкина по математике была единица. А он все равно гений. Вот, Елена Сергеевна, его время как умели различать? Либо ты, Горчагов, служи Отечеству, укрепляй государственную мощь. Либо ты, Горчагов, и служи Отечеству, его разрушаем. А у нас, извините, Елена Сергеевна, прямо какой-то ренессанс. Физики должны знать лирику и наоборот. Физики, помолчи, пожалуйста. Ну, молчи. Вот, ребят, конечно. Елена Сергеевна, как получаете исправление? Мне, как будущему, приложено абсолютно, не знаю, пятерка по математике. Ну, смешно. Я с восьмого класса занимаюсь Достоевским. У меня диплом есть. Мои работы на конкурс посылали. А сейчас? И сколько там математикного красителя, если нет? Сейчас, быть может, лишаясь у единственного шанса. Вы занимаетесь в Достоевских, ваше буду. Я ничего об этом не знаю. Ну что, Елена Сергеевна, это у нас Достоевская, нет, растет. Да мороженый. Белинский, луч света в темном царстве. Да, весь интересант и Белинский, это добролюбов. Я, Олеся Сергеевна, занимаюсь проблемой происхождения зла. Потрясающе, расскажите. Ой, не надо, вы сейчас как-то начнете. Да нет, расскажите. Рассказывай, расскажите. Ну, Елена Сергеевна, давайте разбираться. Вот, скажите мне, откуда зло? Не знаю. Либо зло от Бога, тогда он не абсолютно добрый, либо не от Бога, тогда он не всемогущий. Так? Так. Идем дальше. Достоевский, как известно, не Бог не понимал, а миром Божьим. А всё почему? Вот в связи с времёнами, помните, почему Бог её допускает? А между прочим, ещё теологи раннего христианства отрицали ответственность Бога за зло царящей земли и доказывали его непричастность. Кто же тогда ответственный? Мы, понимаете, Бог дал ему свободу, свободу выбрать между добром и злом. Видите, почему человек тогда выбирает зло? Нет, потому что злой человек — это удовольствие, а в жизни так мало удовольствия. Что меня поражает современных молодых людей, как это раскованность тюждень. Моё поколение — благодольмение, смелый в отце. Ну, Елена Алексеевна, это же естественно. Каждое следующее поколение должно в чём-то обрежать. Закон прогресса. Вот вы представляете, как это видно из-за пустых формализм, из-за недостающего права, где возможно заниматься любимым делом. Господи, да при чём здесь мой Достоевский? Я не могу довольствовать стройкой, как Вить, например. Чувак! Я поставлю такие обстоятельства, при которых нужно отличный ответ. Понимаете? Кваш, ну неужели вы тоже ничего не написали? Нет, я кое-что решил, но... А интересно, почему это я должен довольствовать стройкой? Нет, конечно, на пятёрку-то я не претендую, так нет, дорогие Елена Сергеевна. Но четвёртая-то мне, Бог, как нужна. Ну ты ведь и нахал, да? Да ты сидим на месте, Бог помоги, чтоб те три доставили. Правда, Елена Алексеевна? А вы ведь и тоже нафилологический поступаете? Да! Ну да. Правда? Ну там, ну в эту. Ну как это? Ну в эту. Лесотехническую академию. Вот, там же в этом году конкурса-то нет, я и пошёл, а чё? Я лес люблю. Я каждое лето к бабушке в деревню езжу. Я, это, грибы, трупплели, Елена Сергеевна. Что, ехали на этих каникулах, Елена Сергеевна? Нет, спасибо, Витенька, у меня мама в больнице. Да благодарить потом будете. Вот представьте, вы идёте, вот деревня, вот тропинка. А вы идёте, зайчики бегают, птички поют, белочки скатятят. А вот, ну хорбостой, Елена Сергеевна, вот прям... Во! А ещё цветочки, 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 и бабочки такие махровые, Елена Сергеевна, правда? Спасибо, Витенька, но я после экзамена. А у бабки моей ещё хоровы есть, ты утречком проснёшься, тебе молоко порвалось, я в пасть еду. Разрешите. Не надо бы вам больше. А здесь больше нет, вот как раз. Елена Сергеевна... Оскольте, я скажу. Витя, вы? Может быть, она... На ты, Елена Сергеевна? Да, Елена Сергеевна. Витя, ты и ты, Паша. Вы меня разочаровали, но я надеюсь, что всё у вас в конечном итоге сложится хорошо. Осенью передадите экзамен, поступите в институт. Пусть не все остаться не в один. Главное, чтобы при любых обстоятельствах вы оставались честными людьми. Чтобы те идеалы, которые мы прививали вам с детства, были живы в ваших сердцах. За ваше человеческое лицо, за ваш жизненный путь, мужественный и честный. За путь. Ох, это сносочный парень. Действительно, ведь не важно, Елена Сергеевна, да? В этом ли году, в том ли, вообще через десять лет какая разница? Главное быть человеком, да? Как это хорошо. Ну, не пойду я в академию, пойду в лесники, пускай меня тогда мамаша проклинил. Ну, ты пойдешь, чтобы не в лесники, а в армию, так прямо и пополкаешь. Ну, что же сделать, мальчики, пока существует опасность? Долг мужчины защищать Родину. Так будет всегда. Вот, понял, мужчины, так что, как один на амбразуре. Елена Сергеевна, а можете с вами поговорить? Конечно, конечно, Володенька. Пошла тяжелая артиллерия, посмотрим, что сделает Типлова. Да, только вот труднее всего иметь дела с идеалистами. Они тебе будут божиться, обещать помочь, сопереживать, а на деле... О! О! Ничего у вас, мальчики, не вызвали. Все это ты взяла. А я так чувствую, объясню. Да иди ты, вы вообще ни во что не верите, а? А ты во что веришь? Я верю во Владимира и в победу. Чего ты смеешься, найдем? Слушай, а что надо вас вернуться в загаднике было тогда приходить? Куда вы звоните? А я любознательная, Витенька. Я иду целоваться. Елена Сергеевна, а вы бы хотели перевести вашу маму в клинику профессора Попова? Володя, профессор Попова? Это же профессор с мировым именем. Это невозможно. Ну, начнем с того, что Елена Сергеевна, профессор, является лечащим доктором моего отца. Я могу поговорить, сказать что для нас? Я думаю, он не откажет. Володя, это удобно? А чем же я вас могу отговорить? Пустики, Елена Сергеевна. Постойте, а я ведь смогу с вами позаниматься как ребятик. Вы не поступаете в технический? Елена Сергеевна, я поступаю в МГИМО. В Институт международных отношений в Москве? Да. Как это сложно, Володенька, как это сложно. А постойте, у меня в Москве есть тетка. Можете переезжать, хоть на все время не до экзамена. Она хорошая, добрая. Да я могу хоть сегодня, хоть сейчас. Елена Сергеевна, это не стоит. С Москвой у меня тоже все в порядке. Не стоит беспокоиться. Чем же тогда еще раз могу отговорить? Ну, какая же вы смешная, Елена Сергеевна. Мне от вас ничего не надо. У меня нет никаких проблем. Ну, по крайней мере, не разрешим. Ну, Володенька, я так не могу. Я буду мучить. Ну, хорошо, Елена Сергеевна, у меня есть клава на поле. Это правда касается не меня, а моих друзей. Ну, мы все, как говорится, одна семья. Лицейское братство ведь, да, Елена Сергеевна? Ну, разумеется, с радостью. Любую просьбу я слушаю. Так уж и любую, Елена Сергеевна. А не боитесь, что я вас поймаю на слове, а? Впрочем, это не важно, Елена Сергеевна. Вы, друзья, славные, хорошие, добрые люди. Вы тоже так считаете, да? Вот, умные, порядочные, но бывают в жизни обстоятельства, когда нам приходится искать некоторый компромисс. Ну, скажем, когда высокая цель вынуждает нас менять средства. А вот, Елена Сергеевна, у человека обывателя, кажется, порой предусудительный взгляд. У человека высоких взглядов не вызывает никакого сопротивления. А вы, Елена Сергеевна, кажетесь нам именно таким человеком. И поэтому мы с ребятами решили обратиться именно к вам, будучи уверены, что вы нас поймете правильно. И поможете, Елена Сергеевна, ведь поможете. Ну, я постараюсь, конечно. О, спасибо, Елена Сергеевна, спасибо большое. Ребят, Елена Сергеевна согласилась нам помочь. Ура, Елена Сергеевна. Так, постой радоваться, я же совсем еще не знаю, в чем дело. Как же, разве, разве волоку вам не объясню? Я лишь подготовил почву полем. Елена Сергеевна мне обещала... Елена Сергеевна, вы же мне обещали? Да. Действуйте. Елена Сергеевна, а ключ от сейфа находится у вас? А от какого сейфа? Ну, в котором лежат наши экзаменационные работы. Ну, у меня что? Елена Сергеевна, а не могли бы вы нам дать ключик на время? Мы бы туда и обратно, и вернули бы вам ключ. А зачем? Ну, мы же... Мы же вам объяснили, Елена Сергеевна. Да, вы понимаете, мы все поступаем на документарные. Да. И на работу по математике написали, ну, не очень, конечно. И на всех руководителей нужно отлично отметить. Да, Елена Сергеевна. Пардон, не всем. Я повторяю, здесь исключительно ради вас. Елена Сергеевна, могли бы вы нам дать ключик? Елена Сергеевна. Ну, что не узнать, Елена Сергеевна? Да. Перью дадут. Ну, чего вы на нас так смотрите? Ну, чего вы на нас так смотрите? Значит, вы пришли ко мне за ключик? Ну, да. Нет. Нет, Елена Сергеевна. Мы пришли поздравить вас с днем рождения. Да, и по-дружески, как тебе. И на всякий случай приготовили подложные варианты контактного. Елена Сергеевна, ну вот что... Ну, да, да. Это же подло? Елена Сергеевна. Ну ладно, Елена Сергеевна. Мы дождались. Сейчас вы нам скажете все те громкие и пустые слова, которые нам давно навязали в сумах. Нет, Пашенька, это не пустые слова. И мне очень жаль, что вы этого не понимаете. Ну вот что, дорогие мои друзья. Собирайтесь и уходите. И самое лучшее, что я могу для вас делать, это не рассказать никому в школе о вашем родителе. Елена Сергеевна. До свидания. Елена Сергеевна, вы напрасно упрекаете нас моральной неразборчивости. Мы не дети и прекрасно понимаете, как делаешь наши просьбы, о которых я бы упреждал тем не менее заранее. Я больше не собираюсь слушать ваши демагогии, Володя. И о моей маме я вас хочу также не беспокоиться. Я отметками не торгую. Вот уж не думал, что такая умная женщина и может так истолковать. А моей маме позаботиться государством. И если это будет нужно, ее переведут в клинику профессора Попова и без вашей помощи. А что вы говорите, Елена Сергеевна? Я не кафельке и не сомневаюсь, что вы нам думаете о нашем здравоохранении. Только от своих слов я тоже не отступлюсь. Елена Сергеевна, я вам отчувствую чуть ли не за себя, от зачувствия талахиванных людям. Вот, Елена Сергеевна, которая заняться себя отступиться не способна. Настоящий талант всегда пробьет себе дорогу. Ах, вот как Елена Сергеевна! Простите, сколько вам лет? А вы тогда скажите мне искренне. Ну, если вы, конечно, можете. А если бы ключ была Марья Васильевна, вы бы также пришли к ней и стали бы требовать ключ в нее? Или это только вы меня так не уважаете? Елена Сергеевна, мы вас уважаем, даже очень любим, правда? Елена Сергеевна, если бы ключ была Марья Васильевна, нам было бы еще проще. Марья Васильевна наша классная руководитель. Достало, ведь она заинтересовалась в баллах и отметках наших юношек. Мы бы с ней договорились, есть. И в залочку пошли. Ну, а что, Вера Ивановна, не человек, что ли? У нее же сын, поступай! Елена Сергеевна, ну какая разница? Елена Сергеевна, у нас же у всех одни и те же цели и задачи. Сто процент воскрепаемость, планы медали и средства. И вы уверены, что вам бы никто не отказал? Конечно, а как? В таком случае со мной вам не везло. А несмотря как посмотрите, Елена Сергеевна, у вас есть свой плюс. Вы одна в квартире. Никто не помешает. Можем поговорить по душам хоть всю ночь. На это можете и не рассчитывать. Да почему же, гостей, как понимаю, не предвидится. А дома мы тоже всех предупредили, что, возможно, не придем. Слезетесь меня сторожить. Ну почему же, Елена Сергеевна, мы не теряем надежды разойтись по-любому. Послушай, а вы не боитесь, что я завтра уже все расскажу в школе? Нет, нужно угодить нам в ключ. Нет, не дам. Мы вас убедим. Сейчас же. Убирайтесь вон. Или вынудим. Елена Сергеевна, мы никуда не уйдем. Елена Сергеевна, родненькая, ну пожалуйста. Молчать. Ваша нравственная неразборчивость граничит с умственной отсталостью. Елена Сергеевна, из-за того, что вы нас разочаровались, вы же не стали похоже относиться, а? Попорно, благодарю. Правильно, надо же как-то отличать профессиональную сферу от человечества. Вот, Елена Сергеевна, подумайте о том, что именно вы, возможно, толкаете их на преступление. Я? На преступление? Да что вы можете сделать? Все, что угодно. Простите меня шантажировать, ведь обама-то не идет. Обоснуйте, Паша. А может, это просто шутка? Глупая шутка. Даленька, вы что молчите? Вы же девочка. Нет, ребята, это очень глупая шутка. Елена Сергеевна, мы не шутим. Жаль. Ну что мы стоим? Время идет, а мы стоим. Елена Сергеевна, дайте нам ключ и расстанемся. Уходите отсюда. Сейчас же уходите из моего дома. Елена Сергеевна, мы никуда не уйдем. В таком случае, уйду я. Простите, Елена Сергеевна, но мы вас не выпустим. Какой? Насилие? Нам бы этого не хотелось, Елена Сергеевна. Ну что? Я позвоню в милицию. Диктуйте номер. Ноль два. Петя! Елена Сергеевна, не надо этого делать! Не надо, Елена Сергеевна! Не надо, Елена Сергеевна! Я же просил вас! Ой! А знаете, я думала, что такое бывает только в фильмах. Не дай Бог испытательно себе предаст людей, которых еще минуту назад ты считал своим домом. Я советую вам подумать через часами. Пока не поздно. Все, ребятки, я домой. Ты куда, Ля? Я домой к матери. Погоди, ты чего уходишь? От чего годить, Витя? От чего годить? От чего годить? Вообще, вот это... От дайте ей ключ. И не боится... Мне... Мне два балла получать так, что... Да лучше два балла, чем два года, Витя! Собирайся. Знаешь, иногда бывает разумнее вступить. Ключ дай нам. Да идите вы себе к черт моей матье. Ты чего, Володя? Ты... Уходи. Вы видали, как она в конце зыркнула? Да она нам завтра такого понаставит. Ну скажи. А ты не боишься перелететь, а? Слушай меня сюда. Вахты моя. Ты вот Шахик правильно цепил. Так вот, если за что так взялся, то доведу дело до конца. Понял? Во! Правильно вот. Чего вы ее боитесь? Она нам вообще ничего не сделает. Даже... даже отметки снижать не встанет. Ты за благородство души, да? Она же ведь ушел прав. У нашей дорогой Елены Сергеевны комплекс антигоны. Во! Чего? Ну это когда идеалистическое восприятие действительности возведено в принципе. Когда всякое насилие над их личностью вызывает у них героическое сопротивление. И отсюда зависят прямо пропорциональные события. Чем сильнее ты на них давишь, тем активнее они сопротивляются. Из таких людей вырастают железные люди, герои, вожди революции. Но в обычной жизни это чаще всего чудаки не от мира сего. Так что Елена Сергеевна должна нам быть в принципе благодарна. За такую близящую возможность самоутердиться. Ну и... что дальше? Вот! Они друзья! Я считаю, что отступать нельзя. Дело даже не в том, что если мы уйдем сейчас, то она нас заложит. Хотя я это не исключаю. В общем, надо сделать Елену Сергеевну из обвинителя. Сообщество. Если нахуй ты вырезался антигоном, то тогда не станешь сообщество. Во-первых, дорогой мой друг, антигон в чистом виде не бывает. А во-вторых, каждой психической модели можно подобрать свой ключ. Я скажу больше. Я уже знаю, как сломить антигону. Насилие. Походи, если мы для того, кто нам ключ, что даст. Повторяюсь. Насилие только не над собой антигоной, а на глазах антигоной и над ее ближними. Как это над ближними? Ой, а вот так вот, Витюша, возьму мы тебя под белые ручки и скажем. Елена Сергеевна, лип вы нам ключ, лип мы его с седьмого этажа. Ты дурак, что же, фиолетовый с отшуточью у тебя. Почему в шуточнице? Только этим планом надо пользоваться чрезвычайно осторожно. Когда противник уже начисто разбит и морально уничтожен, тогда будет достаточно этого последнего ударов. Погоди. Ты действительно собрался меня вот через... Что? Я буду действовать поэдохновением. Только надо добиться полного разложения противника. Как мы ее разложим? Ой... Вот кто реально вижу, меня понимает, да, Лена? Ну, вообще-то все идеалисты имеют весьма смутное представление из действительности. Вот, вот! Надо ей показать реальное лицо жизни в нашем лице, и пусть ей это лицо окажется волчей мордой. Громко говоря, надо сыграть потом. А-а-а! Ну это я понимаю! Ну ты так сразу и сказал! Ну, может мне хотя бы напиться на натуральность? Ну, смотри, и так что-то не может сыграть, а? Могу! Надо будет пить! Красненько! Попей! Ну, Литюша, обрети алкашин пить! Не надо доделать! Ну, могу не пить! Что? Ну что ж, Ляля, тебе не кажется наш план каким-то дурацким или там глупым? А? Я рад, что все за! Голосовать не будем, мы же не бюрократы, да? Ляля, можно вас на минуту? Не мешай ей, она сама справится! Ляля! Почему вы не уходите? Я же дала вам возможность уйти! Я надеюсь, что хотя бы вы! Вы же девочки! Я ее девочка, Елена Сергеевна! Вы что, не понимаете? Если вы сейчас же не уйдете, будет страшный скандал! Да вы вообще не получите никакого качества! Ваше поведение подсудно! Вы переоцениваете свои силы, Елена Сергеевна! То есть как переоцениваете? А вот так! Подождите! А может быть вы ничего не боитесь? Нет! То есть не боитесь? Вас? Нет! Когда вас нужно просто спасать? Как слепых котят! Вы же не ведаете, чего творить! Ой, Елена Сергеевна! И сядь! Дайте я вам лучше дам дружеский совет! Отдали бы им ключ и спали бы вы себе спокойно! Ляленька, вы не понимаете, то, что вы говорите, это подло! А жизнь вообще подлая штука, Елены Сергеевны не находите? Вам часто приходилось ездить в городском транспорте? Ну, разумеется, у нас же с нами нет автомобиля, и вы, конечно же, ездили в нем! А вы видели лица наших женщин? Лица, на которых словно повешен ржавый железный замок! Лица тяжелые, как мешки с провизией! А хуже всего они выгодят по утрам, когда тащат своих детей в ясны! А знаете, Елена Сергеевна, я видела и других женщин! Они выходили из разноцветных автомобилей и шествовали мимо потеющих от возбуждения милиционеров в столичном кинотеатре, где происходил очередной киношедевр! Да, эти лица сверкающие чистые, как подарок твоего памятника! Ну и что? Все! Ах! Понимаю! Вы хотите сладкой жить! Да, Елена Сергеевна! Почему как-то можно, но не мне! Кажется, внешние данные позволяют! Господи, да разве в этом счастье? Конечно, Елена Сергеевна, и у счастья не в этом! Вообще-то в труде на два! Впрочем, мы так привыкли к богу существования, что перестали его даже замечать! Вот моя мать, например, она в библиотеке, или она так и говорит, что потребности надо сокращать! А вам этого и не скажешь! А она свои потребности! Что же касается моих, тут моя мать показывает понимание и гибкость Елены Сергеевны, в отличие от вас! И вам совершенно не следовательно породить я! Ой! Отчего же, Елена Сергеевна? Если кто-то везет, то почему вы не я? В общем, Елена Сергеевна, давайте как женщина женщине! Посмотрите, как вы одените! Как? Да над вами же вся школа смеется, Елена Сергеевна! Неправда! Правда, Елена Сергеевна! Даже учителя смеются! Посмотрите на свое платье! А прическу вы давно были в прихватерской! А ваша помадка! А духи за 4 рубля! Елена Сергеевна! Замолчите! У меня мама в больнице! Когда человек долго болеет, это требует средств! Елена Сергеевна, как же можно себя так не любить? Как можно жить без любви, без ласки? Елена Сергеевна, так вы не женщина! Вы хотят это передавиться в юбке! И после этого вы смеете нас осуждать, что мы хотим жить по-человечески? По-человечески? Елена Сергеевна, все хотят от большого пирога отловить большой толстый кусок! Не правда, не все! Все хотят Елена Сергеевна! И даже те, кто говорят, не хотят, они все равно хотят! Но! А в соображении совести Елена Сергеевна! Что же вы врете-то, а? Вы же все знаете, Елена Сергеевна! Что происходит такого особенного, чего бы не было в другие времена? Всегда были люди, устремленные к вульгарному благополучию! Но были и другие, со своими ценностями и идеалами! Если огромному миру зла человек скажет «нет», то добро вас торжествует! Вы настоящий антибор! Какая? Ну и смех, который наш опыт, как всегда, говорит про вас! Хорошо! Тогда скажите, а для вас что-нибудь значат слова «честь», «совесть», «сострадание»? Вы еще скажите о справедливости и добросовенности! Это же сейчас, это так модно сейчас, да, Елена Сергеевна? Ненавижу попугая и болтунов! Сначала вы все растоптали, а теперь болтаете от совести! Хотите знать, Елена Сергеевна, что между нами разница только в том, что вы элементарно выживали, а мы будем хорошо жить! Да, я расчетливая, вынуждена рассчитывать каждый свой шаг, дабы не повторить у него своей собственной матери! Я даже девственность не теряюсь за расчет ее выгодного летать! Там можно подорвать ее! Но вы же любите вас! Ну не настолько, чтобы не предпочислить более перспективного человека! Да я теперь не то, что замуж! Я с тобой залпну пакты, не сядут поддоны! Я говорила! Говори ты что? Ты говорила мне! Говорила, что мы из тебя забыли, но при условии ты забыл! Я не забыл! Ты что ж тогда дергаешься? Давай, действуй! Мы же все кузнецы своего счастья! Правда, Елена Сергеевна? А можно узнать, что за условия мы поставили вам? А при условии не жить в нищете! Ты же знаешь, что мы не будем! Ты знаешь, чтобы жить хорошо, нужно стать подобной! А я не уверена, что когда ты станешь, я буду по-прежнему тебя любить! Сейчас ты меня любишь? Скажи мне! Сейчас ты меня любишь! Да! Да! Как же я могу не любить? Такого влюбленного! Такого из корпоративной квартиры! У меня же девушка директа! Без связи! Не скажи! Замолчи, замолчи! Замолчи! Я обязана тебя любить! Ну все, конечно! Ну Соня туда! Так! Идешь, что ты меня сюда внимательно! Сейчас я краю свалкиваешь и все за неделю! Я не могу так, ребят! Ну, Елена Сергеевна, у вас тут паканчики там, да? Уж на что я все эти семейные граммы прошу силой? Нет, Елена Сергеевна! На что у меня батя серьезный человек, но и он от подобных громов его не спасается! Один раз сам видел с больными глазами! Плакал, натурально плакал! А какой человек? Директор овощной базы! Ферс! С него же все родственники кормятся! А батюн болится, да? Как начнет она его доставать, Елена Сергеевна? Ну все! А у нас же не жизнь, а сказка о золотой рыбке, да? Ну правда, золотая рыбка-то у нас папаша на долг! Ну все! Елена Сергеевна, у меня же нервы! Я человек-то благонамерен, но когда насилие над личностью, я ж могу и... Вообще-то эфилептики! Припадки у меня, как у Федора Михайловича, да, ваш? Ничего, не верите, что ли? Смотрите! Во, в федали! Меня может быть вообще травмировать опасно. Я, может быть, после каждой двойки вот так вот, Елена Сергеевна. Но я не знала, чтобы ты с ней ужасов. Нет! Вы поглядите, я пью! Я вообще эту гадостью пить не могу, хоть бы ее в жизни не было! Батя у меня, ну запои у него иногда бывают, да Батя же, он же живописцем раньше был, витрины оформлял, рынки А потом уже неизвестно, как сделался директором овощной базы А у него же тогда запои нет, Сергея Какая философия с математикой, прям заслушаешься Я, говорит, сволочь, Витька, о, прям так и шпарит всю правду маху Я, говорит, сволочь, я продал все свои идеалы Продал и продал, а ты, говорит, не смей С того света достанут, ну мне он, так Батя, ну какие сейчас идеалы, да че народ-то сбежит? Буржуй народ стал, быдло, не по закону живут Мы за них жизнь отдавали Я, говорю, Батя, ну кто отдавал, те, кто отдавал, их уже в помине нету Говорю, успокойся, время нынче такое, ну все бывает Время делают люди, это наше собственное время Я, говорю, забываться, Елена Сергеевна, я же ему, я же ему то же самое говорю Время как время жить можно, бывалый хуже А батя мой говорит, что по всем приметам скоро конец света будет Да, побит ли и так, побудь еще почему-то Мужики не работают раз, бабы не рожают два Всюду рыба дохнет три, кругом радиация, химия Короче, скоро весь мир превратится в одну большую и вонючую сквалку И будут гадни мухи, после отменного взрыва только они и останутся Ваш отец негодяй Нет, Елена Сергеевна, не негодяй Мой отец хороший человек Алкоголик, вот, я согласен, но он не негодяй Мой батя страдалец Если мой батя и грешит, то и кается А запаишься грешным, больше не грешит Это только юг Ну да не каялся, Елена Сергеевна, он повесился Ну я-то ведь не пьяный, Елена Сергеевна А тоже ничего хорошего своих родителей сказать не могу Вот вы думаете, сыну, профессора Андреевского, научного руководителя У него отца пришлось бы вот так, приходить, моля Выпрашиваете оценку, унижаться А как вы думаете, кому бы так делать? У самого рождения заготовлено место в университете Почему я должен выступать в место каждому проходительцу? Скажите мне, Елена Сергеевна, если это мое место Это мое место Если надо будет от него драться, я буду драться с зубами Иначе не проживешь Сейчас же прекратить Завтра же все школы написали Лицемеры, ни одного слова права Кого мы растим Форму вопроса нужно несколько изменить Лицемеры, кого вы вырастили Вот Ох, Елена Сергеевна, что за шума, драться нет? Вы мне так всех соседей распугаете Я не отдам, вам ключ Болго работаем, друзья Я бы сказал, даже бессталантливо Ну что ж, Елена Сергеевна, а вы не против, если бы мы вас немножечко обыщем? Горость Как это обыщить? А как приористь? Не позволю Слушай, может не надо, да? Ну, хозяин, барин А Иди Елена Сергеевна, я очень аккуратно, вы даже ничего не почувствуете Там ничего нет Да я так и знал Ну что ж, поищем в квартире, все за мной Ой, это хорошая идея Пошли Генера Сергеевна, отойдите Елена Сергеевна, отойдите Девушки отдыхают Ведь это все любви, счастливые моменты Давайте гремать и плакать откровенно То вместе, то в рост, а то в переменах Не будем предавать значения злословью Поскольку грусть всегда соседствует с милою Давайте понимать друг друга с полуслова Чтобы оживившись раз, не оживиться снова Давайте жить во всем Вдруг друг друга, тогда я буду Тем более, что жизнь Нет, нет, нет Завтра же подаю заявление об уходе Ну просто бессмысленно быть учителем Когда из детей вырастают вот такие вот чудовища, как Всю жизнь я старалась привить вам идеалы Добра, справедливость, гуманного отношения к человеку И что ж, как учитель, я стараюсь вернуть Елена Сергеевна, как вы не понимаете, что именно против вас мы ничего не имеем против Елена Сергеевна, против вас хорошим человеком Отличным математиком Елена Сергеевна, просто вот так получилось, что ключ оказался именно у вас И вам пришлось принять весь удар на себя Дорогая Елена Сергеевна Поймите, мы же не против вас воли Все за себя Вы чувствуете разницу Мальчики, давайте уже спать Елена Сергеевна, не слушайте Мы все помоем, все уберем Видите, когда-то вам телефон почипит Нет, давайте спать Елена Сергеевна, браво Дело не в телефоне Дело в том, что такая чудовищная идея Могла-то идти в голову только фашистам Гангстерам Но вы же советские школьники Идея, как идея, не хуже остальных Знаете, если мне в какие-то идеи не подникает победа Ну вы и подлецы А знаете, у меня болит голова Я буду думать в суток Пожалуйста, даже интересно Кстати, Володя А вам-то это зачем? Знаете, из-за спорта Да, чисто спортивный интерес Я на вас загадал, Елена Сергеевна То есть, как загадала? А вот так, Елена Сергеевна Если вы дадите мне ключ, то у меня будет все Что все? Так что, любви Любовь, карьера Помоги Разве вы сомневаетесь в благополучии своей географии? Любовь мне сходит, Елена Сергеевна И вот для того, чтобы действительно из себя что-то представлять Надо самому понапрять Поддержка вещь, конечно, хорошая И на первых парах даже вещь необходимая Но дальше все зависит только от меня А задача взять у вас ключ У меня еще и профессиональная Так что, Елена Сергеевна Я должен добиваться своих целей Любыми средствами? Ну, естественно Мораль категория человеческая А следственно Относительно Елена Сергеевна Мне судья не мораль, но Выгода О, Елена Сергеевна Когда вот говорят о Петре Первом Никому в голову не приходит говорить Я залею Петр Первый Сильные личности, которым все удозволено Как это старо Оп И старшись Значит, для вас все это ситуация? Экспермент А живых людей? Ну, кролики не всегда годятся А знаете У вас все равно, но ничего не будет Да что вы говорите Елена Сергеевна Нет, потому что я не отдам Дадите Еще как дадите, Елена Сергеевна Нет, Володенька Не отдам Я намного сильнее, Елена Сергеевна Как личность я вас подавлю Нет, Володенька Я тоже не сила Ох Ну, возможно Но только вы действуете Прямо линейно и бесхитростно Вот я же проверяю гибкость ума И разнообразие планов Да Признаться Вы меня поражаете, Володенька Вы же ум Практичный молодой человек А ведете себя так вы Вы же должны понимать Что завтра же Все станет известно Живым И вы не только Не поступите В свой макимор Но и так же Можете оказаться За решетом А, Елена Сергеевна Что вы меня плохо знаете Что вы Я романтик Вам это только кажется Конечно, карьера вещь хорошая Но порой я готов пренебречь всем ради Ради чем? О, ради власть Ради особого умения контролировать ситуации Ощущая, как по их руках Припешен чужой судьбы Чувствует себя С темогущим Да, действительно, они не заняты, как я бы сказал Но именно они несут себе тот необходимый элемент добр Знаете, количество порядочных людей улучшает порой Порядочных людей надо посыпать дустом, чтоб не плоделись Света Ливика, Елена Сергеевна, хоть и весьма почетная Время сейчас другое Какое? Несильное, деловое, оно требует того же от самих людей Грубо говоря, мы хотим делать дело и получать за это деньги Паш на паш Паш на паш Это ваша жизненная пресс? Ой, Россия всегда страдала от инфантильности и интеллигенции Вы деловым человеком сейчас считается даже чем-то некультурным Вот я же считаю, что спасти Россию от той же самой бесхозяйственности Можем только мы, новое поколение деловых людей, Елена Сергеевна, вот Господи, Володь, так это вы и есть Вы наши спасители Ну, кроме, разумеется, времени А что с ним? В каждом обществе есть исключение То есть как это исключение? Следственный алкоголизм, по сути, там уже вообще больше чем-то Лена Сергеевна, зачем закрывать глаза? Нет, Володенька, это не твак Он хороший мальчик Я ведела его работу в пятом классе И знаете, никакие вы не новые Вы холодные и злые эгоисты Это от вас нужно спасать Россию И не смотрите на меня так, я вас не боюсь Простите, Елена Сергеевна, простите Я все починю, правда, правда починю Вы же, вы же моя любимая учительница, еще с пятого класса Вы же, вы же такая красивая, а какие? А ваши глаза? А это не ж как по озеру, прям там можно рыбу лопить Руку вместе с сердцем предлагаю дурень А я могу, правда могу, Елена Сергеевна Вы мне только три поставьте Ой, не верите, Елена Сергеевна Вы ему троечку поставите, а он все, сгинет И нет жениха, все, Елена Сергеевна А вот я, я вас не обману, Елена Сергеевна А вот, при всех говорю Елена Сергеевна, делаю вам предложение Ну, с тем учетом, что, естественно, дает нам ключ Елена Сергеевна Не вижу радости до лица невесты Так, так, Елена Сергеевна Зря, Елена Сергеевна Вот, женщина без мужчин, это не женщина Это вот, рабочая лошадка А, Елена Сергеевна, а что касается моих мужских достоинств Они полностью зависят от вашей женственности Бог вас накажет, волос под нельзя Кто? Бог? Бог! Бог, какой Бог, Елена Сергеевна? О, ужас Да, а знаете, господа, что меня больше всего поражает в этой истории что наша дорогая Елена Сергеевна жалела лучшего из нас. Попросту говоря, алкаша. Это и есть потрясающий российский феномен. Пожалеть алкоголика, бомжа, заболдыгу, но только и нашего брата интеллигента. Нет, что вы, Елена Сергеевна, чем он заслужил, скажите мне, пожалуйста. Он вам не его сломал, обыскивал вас, а вы взяли все, брать и простили. Что бы только Митюшу отбросом назвать? Нет. Он жертва. Это вы его развратили и использовали. Да, да, да. И это умение у вас уже есть. Да, да, эти народнические штучки, народ жертва. А стало быть, его надо жалеть. Только скажите, какая он жертва? Какая он жертва? У него что, свои, что ли, дамы на плечах нет? Мы его брать с собой не хотели. Сап навязался, говорит, возьмите меня в долю. Я, я, предков, хрусталь стою. Вот спасибо, лялька, она его стояла, говорит, она же добрая, прям как вы, говорит, ну возьмите, жалко. Но он мне написал вдруг. И я тебе говорю, почему, почему только ничтожество заслуживает вашего снискохождения? Ускажите мне, пожалуйста. Вы бы лучше меня пожалели. Я, как-никак, потомственный интеллигент. И, может сказать, будущее, горлость России. Смотрите, как бы потом вам не пришлось локти кусать, когда вас начнут пальцем двигать. История не забывает всех своих палачей. Что вы сказали? Я сказал, что история не забывает всех своих палачей. И каждого зовет бы имен. А вы, молодой человек, подлец, никакой. Благодарите богу, чтобы жизнь, чтобы... Ударили? Да бейте, бейте. Демоксируйте. Лжой, лжой. Надо бейте, грань, чтобы вы не смогли бы бейте. Как же, Елена Сергеевна, отзывайте. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, Елена Сергеевна. Ах, не убейте? Ну, конечно. Собороны, поскольку хлипают, но эти души не хватит. Ах, ох, Елена Сергеевна, обамытьет, знаете, вот это... Что? Логичность, знаете, вы в крушение хотели в театральном поиграть? Такой посыл просто. Послушайте. А может быть, вы сейчас все такие неледы? А знаете, даже у богов есть своя, Елена Сергеевна. Ах, как вам будет хорошо жить. Круглые люди, у которых никогда не болит душа. Потому что я не... У нас нет души, у нас, да? Ну что ты, мы как танки, непрошиваемые, так что даже не старайтесь. Ой, как же я ненавижу героев, лезущих на амбразуры. Как же я ненавижу амбразуры, на которых нужно лезть. Почему мне все время нужно лезть на амбразуры? Скажите мне, пожалуйста, я, Сергей, в школе мы изображаем порядочного комсомольца, дабы получить хорошую характеристику. Здесь нужно изображать подлеца, дабы вырвать лишний балл по математике и поступить в университет. Ну, а если вы не поступили в университет, то нужно изображать идиота, чтобы получить первый билет. Чёртый парень! Я, Сергей, не слишком ли много усилий для того, чтобы иметь элементарную возможность заниматься любимым делом? Вы понимаете, что вы защищаете не глубокие гуманистические идеалы, а лишь гурократическую машину, с ее насквозь плачевую скаловую мораль. Замолчите! Я больше не собираюсь вас слушать, пока свободно горит! Вы, дедушки, на нашу неволюбность! Пока я с садом честью живу! Пока правитель паспы стал самим душе! Пой груз о честь не посвятил! С большим звонком, дамом, дамом, принципами, чувствами и словами! Да, да, Елена Сергеевна, и если мы вам не верим, в школе мы вам не верим, то только потому, что вы сами не верите ни себе, ни тому, что пытаетесь нам кушать, Елена Сергеевна. Понимаете, с самого детства мы учимся большими, децемерить, и учит нас от него десятки учителей и сама жизнь. Так что, Елена Сергеевна, бросьте, бросьте, не надо от нас крещаться руками и ногами, мы ваши кровные дети, кровные дети, а не пасынки! Провоцается, ровно ты наш! Елена Сергеевна, вы послушайте! Ох, Елена Сергеевна, зря! Вот интересно говорить, вот правда! Елена Сергеевна, ну дайте вы уже нам ключ и разойдемся, друзьями! Вот, уже третий час ночи, Елена Сергеевна, а вот вам завтра рано вставать! Проверять контрольные работы надо делать добрые дела, пока бьется сердце и есть возможности! О, а помните притчо луков? Подай луков, кустраждущий, и себе отпустят со мной! Не спеши генуть камень, богород ближнего, ибо кто из нас не без греха! А, Елена Сергеевна, ведь это тоже сказал учитель! Встать! Когда разговариваешь сучки, они взорвли очень меня жизни, будто я снипая гаденок, которым нужно тыкать в моргий гибель, истеричные парочки, зажимающие на сыну душистым платком, визжающие при виде нашего праздника. Да что видите ваши зажуренные глаза, кроме цветных автомобилей и пырюликов, от которых воспринимет глаза и тихот розвый сын? Вноватые, уже научились оправдывать свою подлость и несовершенство умеет! Да вы карлики, встающие на кутурды, чтобы их сами в себе казаться не знали! Знаете что, убирайтесь в воду, пока я не подпалил вам классный, а два-то шмиры! Елена Сергеевна... Молчать! Что вы думаете, серьезно учить меня жизнь? Да ты снишь себе, грохотный наполеончик! Елена Сергеевна... Какие вы подлецы! Да вы меща! Да ски, да улы! С головы дорог меща! Да ваш бог копей! По трупам, по головам! Убирайтесь вон из моего дома! Елена Сергеевна... И вы будете кричать, пока не лопнут твои парабаны и перефонки! А потом я разорву полу! Я пущу газ! Утрите сопли, прежде чем вставать в бой с утитрами, которые годятся вам матери! Елена Сергеевна, так вы... А что вы можете здесь делать? Убить меня? Так убейте! Я и тогда скажу, что визысть — это только визыск! Елена Сергеевна... А убийство — это всегда только убийсть! Вы победили, Елена Сергеевна! Вы победили! Эксперимент закончился! Полные ваши победы! Позвольте вам налить... Ваня Луны! Елена Сергеевна, мы просто вам благодарны! Помоги! Мы уходим! Все, Елена Сергеевна! Большое вам спасибо! Елена Сергеевна, вот... Вот я рад, что я в вас не ошибся! Я рад, что я в вас не ошибся! Вот! 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 Эксперимент зашел слишком далеко, а я даже не знаю теперь, как просить прощения, Елена Сергеевна, за то неудобство, которое мы вам предоставили, вот это все тягины, которые вам пришлось пережить. Но этот эксперимент был нам, по крайней мере, необходим. Дело в том, что в своем безверии наш друг почти нашел, да, самоубийство. Да, Елена Сергеевна, и тогда мы, его друзья, решились на крайний шаг. Мы решили показать нашему другу веру в добро, веру в любовь. И... 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 Я вам не верю. Паша! 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 Да! Да! Действительно, я... Я хотел, но теперь я... О-о-о-о-о! Я... Я... Я прошу прощения. И... И... Кстати, что вы делаете? Елена Сергеевна, ну, спрощайтесь, скажите, спрощайтесь. Я не могу. Понимаю, понимаю. Елена Сергеевна, мы заслуживаем это. И хватит! Вот, Елена Сергеевна, я же так говорю, мы же хотели спасти жизнь нашему другу, нашему товарищу Елене Сергеевне, мы будем вечно вас просить прощения, Елена Сергеевна. Давайте. Ой, будем просить прощения, Елена Сергеевна. Ну, я... Я прощаюсь. Ой... Ой... Я прощаюсь. Я прощаюсь... Да теперь ты... Ты... Ты веришь? Вот, в людей мы делали? Верю! Вот! И ты больше не сделаешь ли? Не сделаю! Молодец! Елена Сергеевна, вы сотворили чудо! Вот, давайте, давайте, говорите друг другу на пленки высокопатных слов! Шулик! Шулик! Ненавижу вас! Елена Сергеевна, ну почему? Почему вы все терпите, Елена Сергеевна? Проснусь! Иди, кричу, шпаблёй! Две минуты назад вообще не знал, что делать. А теперь, мне кажется, есть одна идея. Пойдём со мной. Елена Сергеевна, да у него тактика такая ужасательная, человек из разных сторон. Почему? Почему вы все верите, Елена Сергеевна? Нельзя! Нельзя верить! Нельзя никому верить! Никогда! Никому! Елена Сергеевна! Какая рыча! Четвёртая Елена Сергеевна! Медленный рассвет приходит в город, где царствует белая ночь! Извините, я привязываю. Нет, Елена Сергеевна больше нет. Елена Сергеевна умерла. С ума сошли, не могут успеть. Почему? Ну что, смотри, мерзко. Что еще? Здрасте, приехали. Я не пустил себе для самого жадника. В общем, ты понимаешь? А! Ах ты какой чистый там у нас, да? Пристойный, порядочный! Ты же понимаешь, как у меня отношения с Ольгой. Да как ты не понимаешь? Вот, бейте, что ли? Это же не всерьез, не всерьез. Она уже, вон, трупом лежит. Осталось добить, и всё. Понимаешь? Елена Сергеевна, я их сейчас убеду, у меня Сергеевна. Мы сейчас уйдем, Вилли. Паша, собирайся. Паша, собирайся. Говорит, как ясно. Собирайся, собирайся. Это мужская, баба где женская? Нету. Ну и да, нет. Ладно, все-таки. А ты пойму, я не могу так. Боже слово, Таня, что пожили. Это же предать самое другое. И предать же, подумаешь, это надо для дела, понимаешь? Для дела! Для какого такого дела? Ты мне объяснишь, зачем тут стоит? Ох, так выходит, у нас и дела никакого нет. То есть я тут вот так, вы передывайся, коряйся. А это никому не нужно, да? Вот так вот, значит, да? Полагаю людям, они тебя после этого, вот, в рожу, блюю, вот. Руку пачкать никому не ажут. Да? Понятно. Трусы. Ты что здесь, трусы? Да запустишься, я уже понял, что ты играл этих своих. Пожалуйста, нравится. Так вот, на моего отца можешь больше не рассчитывать, понял? Я еще посмотрю, как на тебя ляля. Посмотрю. Когда ты местные института пойдешь в армию или в ПТУ. Ну, сам знаешь, девочки себе дешево не продаст. Чего с тобой согласен? Что? Только вот не надо не делать одолжение. Я всегда говорил, вольному гулю хозяин-барин. Как ты знаешь, если... Если она после этого... Да что ты с ней как урицу с яйцом носишься? Она же сама тебя первая предала, да? А вы сказать честно? А мне тоже раньше нравилось. Только я вот вовремя ее раскусил. Баба-дрэль! Не знаю, что я такой седательный вопрос уже, а. Ой, это у тебя комплекс и улы. Вот эти... Я-то сознаю, что соглашаюсь, да подлошь. Прекрасно сознаю вас, соглашайся. Тебе, если нравится, говорится у себя в пупке, я в этом одиночестве, пожалуйста. Вот за что люблю японцев, умею скрывать свои эмоции. Вешливая луна. Японная не преслышь. О! Куда вы меня дать? Куда? Куда? Домой. Куда домой? Я ухожу. Ты дома поспешите. Дома, я... Паш, помоги, я вот с тобой. Пусть ты! Что-то, ну, детка, не за свое дело взялась. Тебе вот тут дама с каминами подходит, а ты вот камистарь. Я не с тобой поддол. Ой, за что мне это не только дарность, да. Паша, помоги, пожалуйста. Паша, либо мы сейчас идем домой... Либо... Я не с тобой разговариваю. А я с тобой. Собравай сети, иди. А мы вот с Пашей еще повреденим, да? С этим поддолком заодно, значит? Ну, хорошо. Чего ты разрушал? Собравайся, иди, иди. У нас есть еще. Одну. Ты что, придурок, отстань. Той, слушай, меня сюда внимательно. Опусти! Сюда иди! Это будет решать мужчины. Да, ты человек, ребят, понимаешь? Сидишь и молчишь. Чего ты? Сюда иди, вставай уже, алкан. Вставай, говорю. Вставай. Тебе тройка нужна, нет? Какая тройка? Я спать хочу. Ты что, кжак? Ты совсем? Слушай, мне сюда внимательно. Если ты еще раз сядешь или лягешь, я тебя в окно выброшу, понял? Понял. Не надо в окно, ты мне полотенце дай его. Иди сюда внимательно. Пока ты там не лежал, мы с Пашей уже все дело обтянулись. Видишь, трупом лежит? Чистая работа, ну. Ну что ж, приходим к последнему заключающему этапу. Я в окно не полез? Понял. Объект населения несколько изменился, да? В общем, это не важно. Твое дело держать и не отпускать, понятно? Понятно. Что начинается? Вот. Не твое дело держать и не отпускать. Свободен. Свободен. Держать и не отпускать. Не дай бог. Что? На меня можешь положиться. Ну что ж, Павел, переходим к последнему заключающему этапу. Решу. Стоять! Орвы, хлоп с пистолетом, отступать некуда. Позади Москва. Ну что ж. Елена Сергеевна, делаю вам последнее заявление. Либо вы нам даете ключ, либо на ваших изумительных голосах будет преступление, вы станете соучастником этого преступления. Даю вам подумать одну минуту. Что ж. Мое дело предупредить. Приступаем. Если ты что-нибудь сделаешь с Витей или с Еленой Сергеевной. Ну что ж, Паша, давайте посвятим нашу девочку. Наши блог, да? Нет, я даже не вижу вас. А, понимаю. Ну вот, может, для начала и легенький стриптиз, а? Аэстро, а может нам музыку, а? Мне теперь у него нет решения, спрашиваю, чтобы пойти домой. О, ты теперь поняла. Отпусти меня. А то, народ, как вы не спрашиваете. Паша, я не со мной, папа. Паша, я не спрашиваю. А ты еще не понимаешь? Не понимаешь? Ну что ж. Разделен, Сергеевна, нам помочь не хочет. Значит, не спрашивай, да? Смотри, Сергеевна, я сзади, значит, дай ты прямо здесь. Давай, ты просто не бегай. Черт, грязно бегай. Переедет, хватит. Давай, я с бегаем. Так тебе, нет. Ну что, ну что? Да ладно, отпусти. Отпусти. Да пожалуйста. Что ж, Витюш, подошел, нет? Да. А то у нас тут такая мадам. Давай, неси сюда быстрее. Сбери. Ну что, давай быстрее. Ну что ж, Латыш, а присутствуем? Вы еще три дня разочаровываешь. Может, для начала потанцуем, оголим девушку, а ты не бьешь. Сюда один. Опа! Да, я стройный. Слушай, прям вот. Вы не возбуждали, что ли? Орежки надо побольше есть. Ты вот, Паша, получше как-то, знаешь? Вот. Вот попусать все ломки, да, Витюш? Попусаем. Ну что ж, придется взять на себя карающий меч. Конечно, неправильно, но все же. Видите, как и договаривались. Ручки подержишь, и они запрепляться начнем. О-о-о-о! Держи. 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 Хорошо. Хорошо. А-а-а! 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 Душь! Триумфный филетор! Победа! Вива! Го-о-о! Победа! А-а-а! 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 Ключ положи! Чё? Чё там разобещался? Я сказал ключ положи! Я не люблю, когда мне мешают, когда я вот праздную! Ключ на место, да? Положи! Я щас из этой мошки сделаю! Идёт! А-а-а! Спаш, ты там чё стареешь? Вон парень своей помоги, а! Чё тут? Приди в себя уже, а! Его не трожь! А-а-а! Давай! Давай! Ключ вам надо! А-а-а! Я лишь получил удовольствие на тем, какие вы тупые! Вы жалкие марионетки! Понятно? Просто подумайте, как-нибудь на досуге о том, кто вы такие! Но такие великие люди! Я очень жаль вас! Моё догласие! Елене Сергеевне придет! Отъём! Время приятного аппетита! Играет приятного аппетита! Существа о том, кто! Наобъем ли я! Время приятного аппетита! Время приятного аппетита! Ну чего мы здесь встали? Я вот ключ на видное место положу. Елена Сергеевна найдет. Смотри, солнце уже встало. Мы все разворотили, правда, но... А как думаешь, Елена Сергеевна жаловаться не пойдет, а? Нет, ну я думал, окей. Глянь, ну ты чего? Ты так и будешь здесь стоять до утра? Ну ладно, ты собираешься. Ты, может, стесняешься. Я тебя провожу до дома, хорошо? Ты одевайся, а я там, у подъезда, подожду. Я тебя просто до дома провожу, ладно, Ляд? Я пошел. Они не взяли ключи, Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. А они не взяли ключи, Елена Сергеевна, миленькая! Елена Сергеевна, да ты. А они нельзя вlaw Amani Blood. ПЕСНЯ ПЕСНЯ